короче достижения произошли положительные изменения начались в плане силы вес 82 когда поел попил там полтора литра воды то 83 с половиной не доходит до 84 значит раньше было 86 8 а еще перед похудением было 87 или там как минимум еще такой эффект появился отсутствие сонливости тумана сонливает туманности тумана сна туман короче он физически ощущается всей голове там плечевом шейный плечевом борисе короче это произошло сегодня там несколько причин значит панангин такой такие таблетки короче типа они там содержат якобы калий магний их уже несколько дней принимаю на ночь бананчик съел может быть бананчик тоже подействовал террели джен вчера вечером принял 5 таблеток он оказывается действует не успокаивающее наоборот наоборот возбуждающие действует на психику потом я вчера начал слушать а кстати привет андрей дмитриевич хик ютуб юсер и еще александр который написал мне эти потом короче я начал слушать вчера идиота достоевского слушал где-то больше часа там такое ощущение что в начале за первый час очень много событий подается это кстати отличается от двойника достоевского и наоборот постепенно там разворачивается и только в конце события происходят ну там интересные истории вот он рассказал лев николаевич мышкин мне резать и когда слышу мышкин нет что вот так триггерит немножко кого-то меня может у меня там страница тихон мышкин но еще там один а еще солнце могло я под солнцем сидел с этим бродягой по жизни честным разговаривали там он еще курил там возможно то что он курил я отдыхал дым тоже подействовало я типа читал что сигареты подряд ну там вроде как опровергается что они ненадолго подряд хрен знает я вот как сегодня выпил без сахара кстати стал я без сахара выпил кофе чайную ложку кофе выпил одну и пошел на работу и там бродяга честный с ним он долго рассказывал мне о жизни бродяже жизни там ну и короче я что-то почувствовал что нету сонливости это удивительно я съел гречу короче больше ничего ну воду выпил там полтора литра даже больше там еще мама заготовила черный изюм впервые я вижу может его попробовать он тоже может может короче буду продолжать это панангин и бананчик на ночь есть из утра надо бананчик съесть идеи короче попробую бананчики панангин а ну вчера я еще курочку ел я может только курочку а еще же я этот оливки черные купил которые оксид железа содержит гидрооксид железа который который ну железо дефицит воспаляет на я кучу курочку ел и оливками запивал черными и сами оливки но в основном там водичка короче возможно что-то из этого подействовало в либо панангин магний калий там содержится либо бананчики но насколько помню бананчики ел не не помогали либо солнце ну слушаешь пока история жизни что такое жизнь там как жить там жили в 90-х слушаешь бродягу по жизни честного два часа под солнцем и он курит еще все время и ну а не буду говорить ничего информации о нем раскрывать ну короче солнце могло еще и сигареты дым воздействовать причем даже сигареты там у него были самые такие простейшие ну недорогие не табак чистый ну просто дело в том что если сигареты так подействовали то я все-таки не стану и курить потому что я слишком тяжело страдал когда бросал курить но с другой стороны вчера например у меня сердце болело я на работе болело я там думал все во мне сейчас крышка я думал ну перепил этих энергетиков там позавчера вчера болела да и сегодня сегодня кстати немножко просто вот эти энергетики они гораздо дороже и даже просто газировка она гораздо дороже чем сигареты и она может быть даже вреднее хрен знает просто сигареты тяжело проблема в том что их тяжело бросить если долго куришь там ну хрен знает возможно они я посмотрю короче чего именно подействовало потому что это очень важно достижение ну что меня очень плохо было всегда из-за проблем патологическая сонливость короче я открываю дверь костян стоял прыгнул меня вчера да у меня вот здесь болят немножко мышцы и кресло болит у меня пузо там пока что будет 75 или 70 уже не будет здесь болит верхняя часть я только берусь у меня здесь 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 начинается боль после тренировки значит не зря тренировка прошла этот александр который мне написал ты напиши мне в к в личку респект тебе тоже короче я попробую дальше продолжать то есть там эти оливки их нужно с чем-то есть немножко их добавлять там просто запивать типа ну курочку ешь и запиваешь оливками но чтобы разбавить чтобы она не было сухомятку но и тогда они короче более-менее усваиваются именно черные там были то есть которые наш лидер белорусские берет из бреста там оксид железа короче либо этот тиралий джен так подействовал вроде у него действие проходит за ночь должно было пройти и должна быть снова сонливость наступить но может быть он как-то подействовал что 5 таблеток бодрость дают такую я думал раньше что он успокаивает ну короче мне надо будет купить просто этот тех вот черных оливок наш лидер курочку ну или я вот гречу поел но вообще лучше лучше есть курочку чтобы худеть и мышцам нарастали там потихоньку на ночь короче я не ел ничего там я на ночь сейчас принимаю одну от тревоги которые для сна которые наиболее дефицитная и 3 она еще убирает синдром беспокойных ног вот что делает весьма дефицитный и 4 мертозапинкан ой не мертозапинкан нет это ночной депрессант от тревоги тоже 4 нейролептика хлор протексена дешевого который государственный врач выписывает даже но и смог уснуть получается уснуть кстати я не драчу я кстати я еще перестал дрочить там ночью когда лежишь там чтобы уснуть там дрочишь типа не порнуху не смотрю не драчу кстати может быть это тоже повлияло я кстати перестал принимать флокситин с вчерашнего дня вчера не принимал сегодня не принимал ну эффект начнется примерно с сегодняшней ночи или завтрашнего этом постепенно будет уходить из организма из мозга он успокаивает либидо антидепрессант дешевый по рецепту государственного врача мне просто заколебал все вот этот оливки можно с курочкой есть есть и не будет отторжение желудочно-кишечной системой что меня покажет только вот я заметил что только с курочкой получается оливки есть и они усваиваются там одну баночку выпил просто водичку всю пока ел курочку я не знаю солнце я помню работал тоже солнце светило но это еще было раньше когда не знаю она на меня негативно подействовало фиг знает короче что именно из этого подействовало ну блин если хоть что-то из этого действительно подействовало то это очень хорошо но самое плохое будет если на меня подействовало например секретный дым это как бы плохая новость будет потому что я не хочу снова начинать курить ну блин потому что я так посмотреть ну почувствовал так что если я вот буду курить до снова то у меня допустим если допустим бодрость от сигарет сигареты выкреплены да если так положить самый худший вариант это значит что я буду начну курить к типа не начну и постепенно постепенно будет опять я буду курить курить и потом она кстати действительно способствует светоточению мыслей вот я насколько помню все время вот это вот особенная разница чувствуешь когда бросил курить рассеянность мыслей у тебя ну это и причем уже после ломки когда ты уже все организм восстановился на самом деле здоровье не улучшается после того как ты перестаешь курить у тебя просто ты не не кашляешь один разок когда просыпаешься утром я не знаю короче ну и типа деньги не должны ты тратишь на другое там еще худшее ты покупаешь там газировку еще что-нибудь там поесть чуть покупаешь там например вместо сигарет это такая же даже большая трата там оказывается ну короче вот если я начну курить то я буду курить курить и потом бодрость просто исчезнет если бодрость от сигарет то она просто исчезнет потом а зависимость останется и опять придется бросать поэтому ну я вот еще поспрашиваю курильщиков ты чувствуешь бодрость но так то вообще до курильщики чувствуют бодрость более чем например мой не курящий отец и чем я когда бросил курить они все бодренькие такие на самом деле по сути то они не них нету синдрома сонливости бесконечной усталости там вот если честно я видел но я не агитирую курить там просто к сожалению видимо это самый худший вариант будет если сигареты потому что я бы хотел чтобы у меня на меня подействовало что-нибудь нормальное там болит вчера три раза получилось сидим полит мне надо исследовать это что именно мне дало бодрость ну точнее ну как для меня вот это огромная бодрость огромная сила потому что ток я себя все время чувствовал и пил эти энергетики и кофе и чай все время зеваешь там разбитые сонливость сильно как морг такой просто кошмар сейчас этого нету это огромное достижение ну да вот этого льва никогда еще мышкина интересная история это достоевский сам историю вспоминал свои как на на и шафоте был там но его отменили расстрел представляешь если бы достоевскому не отменили расстрел а по ходу за мной если бы достоевскому не отменили расстрел представляешь бы такое потеря была бы для культуры ну вот в первый час там он много всего и вложил интересного интересных событий там как они унижают льва николаевича мышкина все там унижают его все и ганя этот и его тетушка какая-то какая-то тетушка и этот все короче там особенно вот кстати больше всего мне кажется его унизила именно вот эта тетушка который он приехал там после того как к первому поехал где с ганей встретился а потом ко второй вот к этой она сказала это но она как бы более так унизила его чем эти не знаю почему он действительно истории долго рассказывает он прямо так долго рассказывает да как ладно не будем про это блин ну интересно там рассказывает конечно в первый час когда слушаешь да все таки комфортнее лучше усваивается когда слушаешь чем когда смотришь или читаешь а мне к тому же слушать на самом деле это дизина то что мне больше всего подходит потому что у меня зрение постепенно затухнет я смогу только слушать аудио какие-то штуки может быть я смогу только и делать только аудио какие-то вещи а сны кстати вот снятся там вообще удивительные с многогранной доскональной точностью и такого бы я не не выдумал никогда там буквально можно эти сны если бы я их запоминал до всей подробности то да хотя бы хоть сколько-то процентов можно было бы книги выписать и быть успешным там удивительные события там описывать как ну удивительных персонажей там просто если бы что-то могло дать мне такое чтобы я мог видеть сны и запоминать их полный то узнаешь как бы мощно продвинулась вообще если б люди так могли делать знаешь как бы мощно продвинулась культура искусство насколько сны на процентов открываются человеку запоминается только настолько и открылась нам искусство наука а если если бы мне например запоминалось я бы их мог просто написать написал бы то что там произошло во сне и получился бы бестселлер художественный там допустим детективный детективное произведение где невероятно удивительность ты описываешь там все в подробностях и многогранно и это все там интересно так и интересно читателю интересно интересно что будет чтобы там неожиданные повороты прям люди науки они конечно мы открыли было очень много но я думаю людям науки доступно на западе там допустим им доступно там открыто это грибы вот эти они их принимают ну как бы ну принимают но что-то не очень-то но я бы почему бы им не сделать открытым не открыть там как вот сетчатку глаз восстановить там как кости в ткани костную хрящ хрящи восстановить окончание нервные ну почему бы им почему бы им вот это не увидеть и открыть всему миру ну видишь просто им видимо противостоят эти корпорации а там что-то я слушал стрим сделал где слушаю чтобы на комп не заливалась а сразу youtube то что мне место нету не из-за порнухи можно подумать как обычно из-за как раз таки видео рисование там вот это все очень многое у меня было рисование возможно просто солнце так подействовало потому что сейчас солнце такое мощное видишь от солнца все так растет листья там не заметил смотришь а листья уже вовсю цветут листья растут видишь они видимо ночью растут активно что ты не замечаешь как это происходит я кстати йодированные продукты не принимал так что видимо недостаток йода он все-таки не влияет на бодрость я не принимал эти ничего что содержит йод не морскую капусту ничего там рыбные ничего мне не нравится вообще блин я похудел 82 килограмма вешаю ну тогда не попил там не поел мне осталось еще дальше похудеть будет офигенно будет хорошо еще если я научусь бодрость сохранять то я смогу слезть этих так какая разница хотя бы ну слезть это конечно было бы очень большое достижение слезть с кофеина потому что кости разрушает ну согласно теоретическим данным ну так немножко да кстати я и сахар перестал употреблять ну то есть добавлять в кофе там вообще куда-либо я газировку не покупал раньше я шел на работу покупал энергетик газировку там ну энергетик покупал к 10 деньги были спасибо хик за то что заданил тогда я купил себе два энергетика один энергетик другой этот который он посоветовал мне только у нас нету вкуса родную нету розового этого там вкус только апельсин и кола надо было все-таки колу брать апельсин не очень а еще я видел и вот этот ever west напиток суп в гипермаркете но там не было вот этого розового там был самый невкусный вот этот зеленый лимон вот как раз я думал взять но там не было нормального вкуса там был самый невкусный который ты сказал что самый отстойный но и для меня тоже это такой же вкус у меня вот драйвми например красная есть розовая есть красная они кстати очень немножко по оттенку отличается в этих драйвми что я спутал даже и подумал что не долили просто на самом деле просто они по оттенку похожи розовый на красный драйвми они похожи он и розовый такой темно-розовый он неяркий красный у них тоже не яркий такой чуть-чуть темновато красный с черными короче и они сильно отличаются по вкусу там только красных самый нормальный остальные все драйвми отстой я там несколько раз покупал путал ну пару раз на тройку потому что цвета похожи просто а вкуса очень сильно отличается от стой только красный хорош такой ярко относительно ярко красный но если вот ульвани короче мышкин он там говорил что он жениться не может там все такое ну как бы сейчас лай блин не хочу я опять по эту тему про геев вот девушки видишь они бывают там ходят с такими ребятами бывает ну хрен знает я я не разбираюсь вообще в этом не хочу даже париться а как бы для сайте они выбирают профена рогожина для дружбы вы видимо выбирают два никогда чем мышкина оба ну так на минималках на минималках но вот друг девушек он действительно бывает такой спокойный такой не токсичный я там один один раз такого встречал познакомился девушки гулял они там по сути там свою подругу позвала еще и колясика подругу и еще одного там гея типа я не вдавался вот единственный оказался спокойным таким не токсичным там который не говорил там давай сосать буду не навязчивый такой ничего не выебывался там ничего не потому что я не хочу короче опять эту грязь скатываться но ему пофиг как бы он только с ними дружит все не знаю вообще чон он там даже ни слова не сказал если честно за все это время ну так немножко может сказать пиздец чего было блять ой опять я начинаю материться короче мне надо по идее сейчас пойти купить оливки черные наш лидер но они самые дешевые может быть для эксперимента еще зеленые потому что там с курочкой съесть только на ночь лучше не есть их потому что ожирение когда на ночь поешь да болен лучше мне не есть вообще но все-таки я здесь все таки важнее для меня бодрость сохранить я так и не смогу понять что именно подействовало но я смогу вычленить из этого сигареты потому что курить не стану эффект если это было от сигарет то эффект пройдет а вот эти все панангин магний калий бананчик на ночь этот оливки черные оксидом железа если они не действуют на меня то то действие их и не будет никакого посмотрим короче датчика будет развиваться события если дальше будет действие продолжаться то значит что то из этого действительно на меня подействовало впервые да потому что и ну я бы так если бы сейчас нуждался в кофе я бы пил его без сахара она отвратительно его просто пьешь вот так вот как микстуру ну кстати если бы я мог бросить кофеин то мне бы стало лучше в плане сна да мне короче придется ждать вот когда у меня на колени заживут если они заживут чтобы я мог бегать снова начать теперь я уже буду поспокойнее бежать помедленнее там поспокойнее не так долго там не буду 30 минут бегать чтобы не травмироваться по крайней пока я не сброшу 20 килограмм я хочу так дальше буду пока вот мне есть сколько там сейчас денег потрачу только на то что даст мне сохранит меня бодрость то есть не плохое а вот это хорошие ты тут не на кофеин не на энергетики будут тратить не на сигареты не на это она больно такое нормальное полезное я вот вчера один раз просто поел курочку запивал водичкой и смотрел особое мнение или что этом смотрел не помню кстати еще вариант то что я перестал дрочить но он кстати эффект оказывает такой что в начале у тебя что-то там может быть и прибавляется там энергии но потом она опять то есть у тебя там строн немножко прибавляется но затем показатели выравниваются и даже меньше становится то есть там чел проверял сдавал анализы он говорит хуйня это все блять он кстати наоборот дрочит еще как и кайфует от этого по полной но он там принимает разные спортивные но там разные которые качки там которые не доступ к фармацевтике все это принимает и качается и дрочит и кайфует по жизни всегда вот он кстати сверхчеловек пониже скорее всего психопат потому что он такси и он кстати достаточно ограничен ну как бы там даже делал обзор на него он говорит но у него такой вот лексикон словарный запас из как он говорит это вот как сельские жители говорят типа так ну хрен знает может это чел который на него обзор делает этот ботаник какой-то с петербурга может быть я вот что-то не понял почему в в идиоте достоевского этот ганя ганечка этот как его называет парфенар горжин он так что-то запарился чтобы жениться на настасье филипповне если ему столько моральных страданий это причиняет вот смотри он хочет ему там заставляют жениться на нее он сомневается но я понял почему но я не буду обсуждать опять геев там это этих не хочу сказать скатываться ну смотри сколько ему хлопот и бед доставило знакомства с настасье филипповны хвост прицепом с ней к нему на него набросился гигантский бультерьер огромный прицеп на него бросился камаз это парфенар горжин со своей артур со своей артурой свиты это же просто кошмар зачем если ты ганя этот ганечка из идиота достоевского зачем тебе такие проблемы так ты этот парфенар горжин он даже он даже эту настасью филипповну заебашил и потом он по моему а он это только этого льва никодача мышкина не зафигачил чисто по случайности так бы он под горячую руку мог тоже попасть запросто а уж ганечка это попал бы под горячую руку уж а еще кстати когда ганя упал в обморок он головой стукнуться мог серьезно чего он мог серьезно пострадать и почему деньги не взял на деньги парфенар горжина которая наслась и филипповна сказала бросить в камин бросила в камин и сказала эй ганя бери деньги ты же жалкий ну доктор роста у него денег дофига потому что потому что он какая ему разница если он ему все равно на эту насосе он не испытывает влечения к женщинам этот ганя ну-ка кстати филиппов не тоже там по идее я бы на месте достоевского сделал такое что типа этот лев никодавич мышкин такой приходит аганя такой о какой шалунишка какой красавчик нам пришел такой и этот лев никодавич мышкин в туалет идет аганя заперся в запер дверь там на кухне в коридоре и лев никодавич мышкин выходит из туалета басикал там ганя его такой след давай перед ним покажи покажи его покажи его а тут говорит у меня у меня не стоит меня маленький да нет да покажи ну покажи этот такой покажи покажи такой штаны с него снимает такой держит нет нет у меня у меня маленький у меня них у меня нету вообще члена там не стоит нету такой снимает давай этот нет и короче он такой да блин я вообще отвратительно у меня квадратная через квадратная голова ты посмотри я отвратительный что ты во мне нашел блин такой да ты красивый если посмотри у тебя нормальная челюсть не квадратная до квадратная челюсть ты посмотри я отвратительный лицо дегенерата было бы у меня хотя бы овальное немножко лицо было бы нормально блин треугольное было бы лицо нормально было так квадратная голова и лицо тощик это жесть грида ты красавчик я хочу взять такой да у меня нету там ничего взять нечего члена нет такой снимает о какой он такой длинный такой если достоевский вот так ну или вообще кто-нибудь так сделал наверно кстати эти какие-нибудь там постановки спектакли может они даже вот это вот сделали я не смотрел ни одну и не стану смотреть ну я просто логично размышляю как должен был ганя отнестись к льву никодавичу мышкина если он не испытывает влечения к настази филипповне должен был к тебе просто да блять мир знаю блять как они как они действуют они там он начинает сразу ты подходишь и там в компании кей-гей есть и он знаешь как говорит он сразу начинает на весь на все вокруг говорить я типа себя девушкой ощущаю там начинает кучу так вот хуйню всякую нести там они за всякие намеки делают причем громко блять ну я повидал блять к сожалению сталкивался дохуя блять с гомофобами и геями блять пиздец ой извиняюсь опять я скатываюсь еще осталось блять про евреев начать говорить нет не начну блять не хочу даже думать об этом всем просто и я просто не понимаю вот этот гайне он и если он гей то он должен вести себя как гей но хотя такие как он открыли мошенники типо бывают но профин арго жаного наживо называл мошенникам но он там видимо да если вот такие они дать и скрытные такие молчали вы это кидалт кстати вот это за гоня подходит под типаж мошенника возможно он кстати мошенник просто вот такие за сутки сталкиваться они меня наебали там один из них но сейчас я опять начну про евреев извиняюсь один из них там себя азиатской внешности но при этом он у себя там нас говорил себя на странице везде писал что он евреи там я горжусь сионист ну видишь опять и скатываюсь извиняюсь неприятно даже вспоминать мне кажется он закосил под еврея потому что его ну ладно я щас опять начну извиняюсь я не хочу даже думать об этом надоело просто ну да сгане он отвратительный такой тип да а ведь даже этот профи наркожен добрый человек то по сути потому что он с презрением он относится гане этому но при этом ваня качи мышкин он полюбил ну в хорошем смысле слова блин я бы больше часа записывал больше 50 минут если бы здесь батареи хватало это отсылка тому что задонатьте мне все по чесноку как озон делает он там намеки делает я бы купил себе вот этот за 600 к дисплей я бы купил себе приставку за 600 к дожду до на ну и но на самом деле да не ну да действительно если бы у меня был телефон вот как у мамы и аккаунт я бы там я бы выкладывал нормально больше часа записывал бы просто видишь проблема в том что телефон может сломаться через какое-то время что он китайский хотя это тоже кита все китайское ну короче самое большое достижение это но у меня есть на прогресс есть во всем в плане довольно сильно во всем час прогресс наблюдается мне надо просто я образу него не имею хитрости ума чтобы не от мира сего у меня мозг там чтобы прогресс продолжить я хочу продолжить себя нормально не сонливо я называю это бодростью силой я был немощным теперь я я постоянно чувствуешь знаешь такое морок а теперь сегодня этого нет я не пью энергетики причем прикол это очень большое достижение больше всего это больше чем любое похудение с 68 смесь вышить с 86 77 до 82 похудения я действительно весил 87 когда взвешивался в психушке или даже больше я весил это после работы зашел туда ну короче вот это мир то запин канон это зло с одной стороны это добро но от него очень сильно хочется есть болезненная жажда есть когда на ночь принимаешь еще есть вариант что тиралиджин на меня ты подействовал 5 таблеток чеша он такой слабенький по сути но все равно поэтому ты выпил 5 таблеток что слабенький вот если я мета запин канон 5 таблеток выпил это было бы перебор конечно перебор серьезный я говорю чувствую себя сейчас как примерно как нормально человек не вот такой вот нет нормально это удивительно просто и не и есть я бы сегодня потратил 200 рублей на эти энергетики или даже больше ну или примерно в среднем а я не потратил нисколько вот что интересно это не потому что я ганя копейка считалки на просто потому что какой-то удивительный сегодня день прогресс такой меня только вот одно интересное себе не посидел с этим честным бродягой по жизни 32 часа мы сидели буквально там под солнцем горячий палящим я вдыхал вот тут но в том числе кстати от него спиртом несло ну или каким-то таким запахом жестко ну не знаю может на меня вот это подействовало как-то знаешь нашатырный спирт например он пробуждает человека я никогда не видел я даже не нюхал никогда нашатырный спирт но но кстати мне кажется нашатырный спирт если бы я вот так нюхнул и может он на меня бы подействовало бодряще кстати я не думал никогда об этом нашатырный спирт если бы не хнуть он же даст бодрость такой раз взбодрился а вот вот этот вот бродяга по жизни честный два часа меня и я дышал этим спиртом от него и сигаретным дымом солнце щек грела голову и глаза на глаза там на все на руки на колени может быть вот это подействовало ну блин я бы хотел узнать я конечно не хочу снова с ним сидеть два часа но может быть это даже полезно было бы ну не знаю просто мне нужно понять что именно дало мне бодрости силу что мне дало возможно то что я вдыхал вот эти пары спирта которым он разит тоже на меня подействовало так бодрящие может быть надо надо сейчас будет купить не сигареты не энергетики ничего а вот курочку найти где-то я не знаю где и чтобы с ней оливки черные мы еще есть для эксперимента зеленые возьму может они совместно с черными оливками дадут больший эффект это неплохо было бы вот так вот через день допустим или раз в день баночку оливок съедать с курочкой или с гречей или с рисом и чувствовать себя нормально боя называют чувство бодростью силой чувствовать себя сильным бодрым я чувствую себя сейчас сильным бодрым по сравнению с тем как я себя немощно чувствовал все это время вот как мой отец вот так он даже на фотке где они с роддома получили меня вот держит меня он 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 что на фотке где он женится на маме черно-белые фотки он всегда вот такой вот я еще помню вниз впечатление от нем осталось на всю жизнь я не хочу хаять я просто что мама что ему говорит а он в дверях стоит вот так вот и облокотился так ли и по панику так сонливый такой и я тоже так же сейчас вырос я такой же они также вот стою когда бабушка говорит что я в дверях стою поникший сонливый также мой отец мне тут запомнилось с детства когда я увидел первый раз что он вот такую такой человек я есть просто люди такие бодрячком бодрячком маленький мужичок блять маленький мужичок как моя мама назвала санька вишняка ты посмотри на него ты между небом и землей а он ты в облаках витаешь а он посмотри маленький мужичок подошел поздоровался подошел это маленький мужичок сегодня не тренировочный день надо будет следующий тренировочный день четыре раза подтянуться четыре раза и будет нормально я впервые почувствую нормально без энергетиков без кофеина офигеть ну я не знаю почему ну блин я когда с ним сидел я там два часа дышал алкогольными парами спирта именно и сигаретным дымом дышал 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 я спросил у него бодрит говорит да ну спросил про сигареты бодрят фиг знает да он даже не знает что такое синдром хронической усталости потому что он кайфует по жизни но он по жизни бродяга честный все его знают он всех знает а вот когда молодой прыгаешь а потом вырастаешь и уже все не можешь прыгать так и во второй наколенник купить который классичный наколенник и и и и и и и и Если я говорю, если не дрочить, допустим, длительное время, там полгода, там тесоцетерон никак не повышается. Три месяца, допустим, он, короче, не повышается от воздержания, такая тема, на самом деле, ну, потому что они запарены насчет того, чтобы тестоцерон поднять, там, чтобы борода офигенно росла, там, наконец, начала расти, ну, на самом деле все сложнее. Вот тесоцерона, кстати, даже у женщин больше там есть, чем у мужчин. Это вообще он неправильно воспринят. А все, вырубается.